ЗВОНОК В ДВЕРЬ В продаже прохладительные напитки, мороженое, сладости и не только. Ежегодно в весенне-летний период на улицах города появляются новые торговые точки. Однако далеко не все из них размещены законно. И если для простого потребителя куда важнее шаговая доступность для приобретения товара, сотрудники налоговой службы и администрации города бьют тревогу и пытаются бороться с нарушителями. Погласить сюда на место проведения осмотра представителя данной организации, то есть директора. Продавцы ответственности за хозяина торговой точки не несут. Однако в протоколе зафиксированы все же будут. Ответить на вопросы налоговиков и представителей администрации города они также некомпетентны. А вот почему трудовой договор с работодателем большинство из них не подписывали, вопрос уже по адресу, но остается, как правило, всегда открытым. Неформальная занятость, пусть даже на временный или краткосрочный период, нарушение закона. Здравствуйте, налоговая инспекция. Мы проводим проверку на предмет соблюдения вами трудового законодательства по факту заключения трудовых договоров с работниками. Но они сейчас пока все заняты. Давайте мы вместе просто с вами пройдем, пока они работают. На секунду они отвлекутся, мы с ними побеседуем. Такие проверки налоговых органов Йошкар-Оле не редкость. Практически ни одна из них не обходится без выявленных нарушений. Задача специалистов – обратить внимание самих работников, что они теряют и чем жертвуют, получая зарплату в конвертах. Что касается юридических лиц, анализ так называемой «теневой» экономики в регионе проводится регулярно. А ведь именно в теневой сфере сосредоточен немалый потенциал для еще большего увеличения налоговых доходов, от которых непосредственно зависит качество и уровень нашей с вами жизни в республике. Хотелось бы пожелать нашим гражданам, что когда они устраиваются на работу, хоть это будет индивидуальный предприниматель, хоть это будет юридическое лицо, обязательно требуйте заключения трудового договора. Требуйте, чтобы вы были социально защищены и государство стояло на вашей стороне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова